Друзья, привет! Прошу прощения за перерыв. Материала за это время накопилось немало, так что ждите целую серию роликов. А сегодня хватит о китайцах и корейцах. Пришел черед японцев. Sony обновила свой среднебюджетник Xperia 10. Посмотрим, может Mark IV сможет посоперничать с конкурентами. Давайте выяснять. За аппарат, как всегда, спасибо магазину Цифрус. Sony, Samsung, OnePlus, Apple и множество других брендов по прекрасным ценам. Доставка по всей России, а по ссылке в описании вы получите подарок. Теперь к делу. Комплект поставки от Sony меня поразил. Вот это я понимаю борьба за экологию. Не то, что блок питания, даже кабель не положили. Apple, учись, как надо спасать планету. Естественно, чехла и пленки на экране тоже нет. Далее внешний вид. Сначала о хорошем. Xperia 10 выглядит неплохо. Строго, лаконично и даже выделяется на фоне практически одинаковых китайцев. У меня мятный вариант и в таком цвете десятка мне нравится. Красиво. В лавандовом, думаю, будет не хуже. Ну и есть классический черный. Рама пластиковая, спинка прикрыта шестой гориллой. Спереди Виктус. Но тут, конечно, нельзя не отметить, что дизайнеры Sony придумали такой внешний вид в 2013 году, после чего, видимо, массово уволились из компании. А отличить Xperia 10 Mark II, Mark III и Mark IV сможет только эксперт по степени матовости задней крышки. Рамки вокруг дисплея тоже могли бы сделать потоньше. Но зато нет выреза под камеру. А плюс к этому Sony не забывает про диод уведомлений. Давно его не видел и штука по-прежнему очень удобная. Да и миниджек на месте, если он кому еще нужен. В общем, в дизайне из десятых и консервативности японцев есть и положительные моменты. Сканер отпечатка пальцев в клавише питания. Хватит малейшего касания. А еще он не режет палец. В плане хвата аппарат удобный. Он вытянутый в длину, из-за чего довольно узкий. Держать одной рукой удобно. Да и два приложения на одном экране будут смотреться адекватно. Дисплей. 6 дюймов, 21 на 9. OLED, Full HD плюс разрешение. Поддержка HDR. Прикрыт гориллой Виктус. Вроде бы экран нравится. Цветопередача хорошая. Под углом, конечно, переливается радугой. Это не топ-дисплей. Но, казалось бы, проблем нет. Даже яркость на уровне. 1100 нит. Причем автояркость тут ничего не решает. Sony не повышает ее на солнце. Всегда доступно 1100 нит. Касаемо шим. Около 10% коэффициента пульсации на высокой яркости. И до 160 на низкой. На частоте 240 герц. Далеко не предел мечтаний, но жить можно. Естественно, DC-димминг нет. Но, главный козырь дисплея я приберег напоследок. Первым делом, как включил телефон, полез в настройки экрана. Переключиться на 90 или 120 герц. Сколько там у смартфона? А оказалось 60. В 2022 году. В среднем сегменте поставить экран на 60 герц. Sony, ну вы серьезно? Да, серьезно. Ты не верил? В общем, для меня это серьезнейший недостаток, который заметен буквально сразу после включения смартфона. Далее звук. Полноценное стерео. По громкости запаса особо нет, но качеством я доволен. По вибрации также скажу, что меня устраивает. Это не топ уровень, но моторчик приятный. Выключать вибро желания точно нет. Также порадовала влагозащита IP68. В этом классе влагозащита явление редкое. А вот сменить процессор желание возникает. Xperia 10 Mark IV работает на весьма бюджетном Snapdragon 695G. Оперативки 6 гигабайт LPDDR4X. Постоянный 128. UFS 2.2. Как видите, впечатлить тут нечем. И естественно, назвать телефон шустрым я не могу. Да, оболочка тут максимально лаконична и приближена к чистому Android 11. Лаги не раздражают, но ты все время замечаешь, что телефон не тороплив. Часто перезапускает приложение. Подергивание, подлагивание тут вам обеспечены. Об играх даже говорить не буду. Понятно, что это максимум средние, а иногда и вообще базовые настройки. Но и оборотная сторона у всего этого добра имеется. Автономность. 5000 мАч батарея. Небольшой экран на 60 Гц и энергоэффективный процессор позволяет десятке работать полтора-два дня при 10 часах работы дисплея. Очень крутой результат. Телефон, правда, можно назвать долгожителем. Это серьезный плюс. Но и тут не без минусов. Время зарядки. Я пробовал заряжать зарядкой Xiaomi, OnePlus, зарядкой ноутбука с Power Delivery. Слово «быстрое» на экране не увидел ни разу. В итоге получил 40% за час и 0,100 больше, чем за 2,5 часа. Это очень долго. Камера. Три модуля. Основной с оптическим стабом. Ширик плюс телевик с двухкратным оптическим зумом. Вроде бы неплохая связка. При нормальном освещении телефон снимает адекватно. Как и многие другие смартфоны. Даже гораздо более дешевые. Тут вопросов у меня особо нет. Хотя ширик темный. Качество безусловно страдает. Ночью ночной режим автоматически включается неохотно. Приходится активировать ночной режим вручную. Что уже не очень хорошо. Ну ладно. Это тоже можно простить. Хотя само качество меня устраивает далеко не на 100%. Видно, что это довольно средний уровень. Но съемка видео. Максимум Full HD 60 FPS. 4К нет вообще. Но и Full HD съемка мягко скажем так себе. Просто сравните с тем же Xiaomi 12X. По беспроводным интерфейсам вопросов нет. Прием 4G плюс отличный. Конечно же есть и NFC. Датчик приближения эталонный. В целом с ним проблемы только на Xiaomi. Но тут скорость просто образцовая. Быстрее чем у остальных брендов. Слот под симки двойной. Кстати, его по-прежнему можно вынуть без использования скрепки. Наверное сейчас такой механизм только у Sony. Не знаю, насколько это актуально. Так часто ли вы меняете симки? Цены. Xperia Mark IV пока мало где продается. Стоимость около 37 тысяч за 628. Цифрус, как всегда, дает более низкую цену. Но за устройство такого класса это все равно дорого. Какие варианты можно рассмотреть как альтернативу? Если нужен относительно компактный корпус, то Xiaomi 12X будет отличным вариантом. За примерно те же деньги тут гораздо более мощный процессор. Экран на 120 Гц и быстрая зарядка. Если можно посмотреть на аппараты побольше, то целое семейство от OnePlus. Девятка за 34-35 тысяч. Nord 2T вообще за 30 тысяч. Ссылки оставлю в описании. Или поискать 9RT, 9R. Они еще есть в продаже. И стоят примерно столько же. И это я еще молчу про кучу вариантов от Realme. Да, у Sony есть влагозащита. Стереозвук. Неплохое вибро. Интересный дизайн. И шикарная автономность. Но процессор слабенький. Экран на 60 Гц. Камера, мягко скажем, не впечатляет. А в комплекте зажали даже кабель питания. Да и если на каком-нибудь OnePlus Nord 2T поставить 60 Гц и перевести процессор в энергосберегающий режим, думаю, автономность тоже будет немалая. Другой вопрос, надо ли это делать, когда он заряжается за плюс-минус полчаса. В общем, для меня смартфоны Sony по-прежнему остаются крайне странными устройствами вне рынка по завышенной цене. Я бы не рассматривал Xperia 10 к покупке. Лучше в этом классе посмотрите на OnePlus или Realme. А что думаете вы? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до скорого!